Сегодня 2021 года. Дмитрий Ковченко. Володя, привет. Да, мы достаточно давно знакомы. У нас есть кое-что общего. Слушай, 25 лет мы знакомы. 25, обалдеть. Да, да. А есть кое-что общее, и это называется Южно-Федеральный Организм. Где мы периодически, по крайней мере, встречались в турнирах. Ну, один я точно, благодаря тебе помню, я фактически славал, по-моему, 94-й год, да? Нет, это шестой был. А, шестой был? Мне тогда уже 17 лет было, получается. Да, да, да. И ты выиграл в этом, в антимосковском гамбите. Слушай, ну, я, честно говоря, плохо помню, во что я играл в шахматы, особенно в городе Ростове. Потому что 90-е годы они были сумасшедшие, если ты помнишь. Ну, ты чуть моложе, может быть, до конца не помнишь, да? Ты дружил с Зигаевым там и с всеми этими бойцами, да. Был у нас Алексей Зигаев, кстати, ученик Петрушина. Да, да, да. Очень уважаемый. И, по-моему, это достойно, очень, по-моему. И тогда город Ростов-на-Дону, это Садово, эти казино, этот Бардак, этот Буревестник, Бильярд, ну, и весь этот, вся эта вокханалия. А ведь тут какие-то шахматные турниры, ну, в Ростове, в Таганроге, я, честно говоря, думаю, так, чтобы вот первично шахматы или город Ростов-на-Дону и все, что его дружало. Поэтому, может быть, и никаких спортивных успехов нет, потому что жизнь, она интересная, чем шахматы. И шахматы для меня все-таки всегда были инструментом, они больше не имеют. Слушай, ну, я о чем хотел поговорить? Я инициировал такой наш звонок, встречу. Сейчас у нас идут серии гранд-фитчерного моря, я знаю, ты посетил несколько из них, ты писал про эти турниры, писал, рассказывал, что там происходит. Знаешь, что для меня самое интересное в последнее время, что, скажем так, ты остался единственным официальным журналистом, которого, в принципе, я читаю на сайте Федерации шахмат России. По крайней мере, про наши турниры пишешь только ты. Вот скажи, что такое журналистика шахматы, как сегодня, в твоем понимании? Я сделаю подводку, почему я этот вопрос задаю. У нас не край, да? Много мероприятий. Но шахматисты не журналисты. Шахматисты не блогеры. Шахматисты – это те, кто лучше подумать, посчитать, даже, может быть, написать. Но они поговорили. А ты понимаешь, что они говорят. Вот как ты видишь эту историю сейчас? Ты знаешь, вот это вот в этом плане, оно, честно говоря, вот я помню, ты знаешь, вот когда меня брали, меня взяли на работу в Федерацию шахмат России 10 лет назад, ровно 10 лет назад, летом 2011 года. Брал меня Илья Левитов, да, сейчас это, он от шахмат сначала отошел, да, потом вернулся, у него очень крупный ютуб-канал Левитов Чез, да, там, с Евгением Бореевым, в ту пору, там, старшим тренером сборных России. Вот они ведут такую, тоже там, работу по популяризации в сфере шахмат, у них действительно очень любопытный продукт, получился интересный, я тоже с ними сотрудничаю. Да и вот тогда Левитов, я помню, что когда он меня брал на работу, он сказал, мне вот такую вещь, говорит, Дима, я вижу, что намечается катастрофическая ситуация, что практически нету в шахматах журналистов, да, но есть вот единичные вот такие вот люди, там, вот Максим Ноткин, вот нынешний главный редактор СССР, да, Владимир Барский, ну, в общем, нынешний главный редактор этого сайта Федерации шахмат России, да, год позже пришла Этерик Кублашин, Барашвили, пресс-атташе, которая на юнешней федерации, и, в общем, вот выжженное поле, да, то есть в советское время огромное количество журналистов было, они соперничали, они конкурировали, то есть известно было, что вот, например, у Рошаля, у него вот с Васильевыми, вот, там, старшим Васильевым, младшим Васильевым, у них там война была, просто война, там, кто, кто там лучший журналист, а потом, вот, вот, черт его знает, вот, с одной стороны, С одной стороны Ты понимаешь, понимаешь, почему я понял, вот, говорящих голов в шахматах, их нету, вот именно говорящих, написать, много кто может написать, причем многие пишут, как это, ну, не под псевдонимами, а, знаешь, как это, вот, чем это, ляпнуть, да, ляпнуть, кого-то, кого-то плюнуть, и потом думать, а что с этим делать? Вот у нас есть такие чуваки в Краснодарском крае, любители пописать Агата Кристиана могла бы, да, писать там какие-то романы, да? То есть, она плюют друг на друга, а потом, а потом думают, а что с этим делать, а как дальше жить, извиняются, ну, как бы, ну, вот, вот, еще раз, говорящих голов в шахматах, вот те, кто мог бы рассказать, например, о турнире, о истории турнира, взять интервью у шахматистов, там, ну, их немного, вот реально немного, от Федерации шахмат России я вижу только тебя Ну, а то есть, кроме коллектива Федерации шахмат России и чего-то нет, и вот какой-то, знаешь, и вот странно, потому что, вот, допустим, в Европе на англоязычных ресурсах их много, да, вот как-то и появляются новые люди, появляются новые каналы, там, и комментаторы, и это, а вот в России как-то, вот, черт его знает, вот, может быть, это какая-то общая тенденция, да? Ты этим занимаешься с 2011 года, у тебя есть фронология в 2011 году, я к шахматам вернулся, или меня вернули, я вот не знаю, как правильно даже назвать, в 2013 году Да, мы увиделись с тобой, помнишь, на Санкт-Петербурге, на мемориале Алехина Да, 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 да Потому что я где-то последний, в 2003 году, может быть, сыграл, потом еще, когда переехал в Москву, жил на Малой Арбенке, может быть, пяток раз ходил на Икиманку, тогда еще был хороший клуб в подвале Там и Борис Савченко даже играл, наш Крахмандарец И все, я потом вывалился лет на 10 В 2013 году вернулся, и причем, я вернулся, опять же, ну, думаю, ну, хорошо, давайте почитаем, послушаем Иду в интернет, а честнился, честнился, я ознакомлюсь с Женей Актуровым, и недолго думаю, я ему выписываю благодарность, ну, по крайней мере, инициирую, чтобы ему выписали благодарность с актиментом по спорту в Госдуме 6 ЦЗ Слушай, я тогда, честно говоря, ну, думаю, вот хороший парень пишет много, всякое разное, причем разные точки зрения Мне потом говорят, слушай, тебя все остальные проклянут, говорю, да почему-то, зачем ты ему дал, потом ему, а почему ему первому, да Я говорю, слушай, можно всем дать, абсолютно, я вообще проблем не вижу Да, ну, как бы, в чем проблема-то? От Федерации Шахмат России, ну, вот, как бы, коллектив, который мы знаем, да Ну, опять же, вот, ну, слушай, шахматисты, еще раз, мы, шахматисты, это не блогеры, вот, мне кажется Или я ошибаюсь, как вы понимаете? Ну, нет, конечно, потому что любую сферу возьми с деятельности, так там и такой журналист, и сякой, и этот обозреватель, и там какой-нибудь губерниев И там хайп, там, вокруг одного губерниева, какой он там то сказал, там это сказал, да, но у нас шипов есть Вот, но все равно, конечно, в шахматах как-то оно все намного слабее И мне кажется, вот, по сравнению с советским периодом, да, вот не то, что, знаешь, тогда был действительно золотой век А сейчас какой-то серебренный или недосеребренный Но тогда очень много было реально людей, которые могли интерпретировать события Они могли взять интересное интервью, они могли хорошо рассказать это А их сейчас нету, и поэтому, ну, есть люди, вот, молодец, Эльмира Мерзоева Мне очень нравится, она ведет программу Игры Королей И это большое дело, что на телевидении такая появилась Но Эльмира одна, а вот как-то дур-дур-дур Слушай, а чего не хватает? Вот подводки не хватает? Или мотивации? Ну, то есть, чего не хватает? Я не могу понять Ну, хорошо, вот у нас турнир, да, любой хороший турнир Приличные и уважаемые люди, спортсмены Слушай, ну, много интересных, раньше как было, вот я помню, да, и свои Вечером, за рюмкой чая, ну, миллион обсуждений, вот, поверьте Самых разных, я помню, там у нас были спортсмены Паша Замбий Слушай, ну, мы сколько с ним обсудили шахматных историй, я даже не представляю Папашу жалко, он там несколько лет назад из жизни ушел, да Он на меня тоже, кстати, очень сильно повлиял, вот, как шахматист Я его всегда добрым словом вспоминаю Слушай, ну, я тебе хочу сказать, Паша Зангиев, его философия Мухи не обидит Мухи не обидит, его подход в чем? Смирь круглый, любой негатив он возвращает Ну, ты представляешь, для шахматиста такой подход Когда, мы помним, все срутся, плюются, многие не здороваются Ну, слушай, ну, слушай, ну, миллион историй было Ты ж понимаешь, да? И Паша Зангиев, как бы, Северная Осетия, Краснодарский край У нас здесь просто жил, он в Арнавире много Он в 90-е жил, у них нема квартиру Слушай, ну, сколько обсудили, столько интересного Но об этом никто не писал, никто ничего не говорил Я вот сейчас, сегодня разговаривал с вице-президентом Федерации ГО России Александром Динерштейном, да, и он, кстати, очень любопытную статистику привел Что вот количество людей, которые в России занимаются шахматами И вот количество людей, которые в Корее занимаются ГО Вот пропорция, да, вот шахматисты У нас вот живет, у них там, сколько там, 50 миллионов, да, у нас больше все-таки, да? Да, вот, и у нас пропорции примерно одинаковые Но в Корее про год два федеральных канала Вот именно просто канала, которые не просто передачи А просто про год целиком, да, у них национально А у нас в России одна, там, Эльмире дают там, там, 15 минут рассказать Один раз, там, в две недели, там, или в неделю, и все Хотя, казалось бы, вот шахматы – это российский культурный феномен, да? А скажи, пожалуйста, вот эти два канала, они на бюджете или они все-таки частные? Частные, частные, да? Один частный, по-моему, один на бюджете Ну, понимаешь, что такое частные, да? То есть надо иметь, условно, некую студию, некий бюджет, дикого мецената и большие деньги Я не думаю, что это прям такие большие деньги Тем более, сегодня технологии, они труды, специально Там, операторов, там, целую армию иметь Потому что, ну, съемка, видео – это производство Я понимаю, это прекрасно, да? С многими коллегами общался, это чистая производство Это организация, это подготовка, это съемка, потом обработка, там, и так далее Сейчас смотришь, ну, же, на ютубе Кто только ничего не пишет, там, про котиков, про собачьих, там, политика, там, я не знаю И где шахматы? И где шахматы? Где наши шахматы? Да, 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 да Ну, тут Левитов делает попытку, да, как-то выйти из ситуации Но, не знаю, пока у него количество подписчиков растет Ну, я думаю, что меньше, чем он надеялся, да, у него там больше 30 тысяч Но все-таки это не та аудитория, наверняка, на которую он рассчитывал Ну, подожди, Левитов про что? Про шахматы? Или про жизнь? Шахматную жизнь? Ну, про все, а ты не заходил на канал Левитов Час? У него много каналов, у него, там, я посмотрел, они, так понимаю, фоновой картинкой отличаются И то, и это, и это, и это Ну, это все разостороннее, да, не только, там, и слово о шахматах, там, вот именно какие-то эти А есть просто, где играют, там, просто где комментируют Ну, это хороший подход, я так понимаю, это не Соколен, да? Ну, нет, он год, год, год он работает, год работает Ну, заходы разные, я так понимаю, заходы разные Ну, опять же, еще раз, вот шахматисты, это блогеры или нет? Вот как вы думаете? Да нет, конечно Вот, мне кажется, что проблема в этом, да, что многие шахматисты, они как-то не очень То есть, вот, кстати, все блогеры, все шахматные блогеры, они практически все непрофессионалы, да? Вот я что-то, я последний, у меня сын играет в настольный теннис Вот, ну, он в шахматы играет, вот, играл, там, первое в России в своем возрасте Это, ну, у нас в 50 метрах настольный теннис, да, хорошая секция И один из лучших трейдеров области, он к нему ходит, вот И что-то он меня начал таскать, там, мы, там, рейтинговые турниры уже вместе с ним Я думаю, что для физики хорошо Вот, и мы начали всякие видосы смотреть И сколько в настольном теннисе, вот, бывшие профессионалы, которые, там, там, 10-я ракетка, там, 20-я ракетка России И не только в России, и они уходят, они, там, ведут свой канал, как подачу подавать, что делать, это, это, это Ну, а в России, в России блогеры, это, в основном, уже не профессионалы В России блогеры, это, вот, какие-то перворазрядники, кандидаты, может быть, у них, там, там, у кого-то лучшее образование, у кого-то худшее образование А вот так, ну, одно время непомнящий, да, чего-то вел Ну, понятно, что он сейчас борется за мировую корону То есть, профессионалы, они, безусловно, не блогеры То есть, гроссмейстеры, которые рассказывали бы о шахматах, ну, нету таких гроссмейстеров Кроме меня Когда мы начали заниматься шахматами в 13-е, в последнем году Первое, что я сказал, мой подход был Каждый гроссмейстер, я к тебе тоже относился Каждый гроссмейстер Каждый гроссмейстер должен иметь свою школу Вот я первое, что сказал, каждый гроссмейстер должен иметь свою школу И единственное, кто услышал, это Михаил Панарин Больше никто Но Панарин молодец у вас Вот я вот был на нескольких этапах и был в Новороссийске И Новороссийск отличается, и там работа Панарина видна Ну, не только Панарина, все-таки там Бондаренко Вот молодец просто Из всего Красноярского края услышал только один человек Все остальные начинают Так, федерация, около федерации Поиграемся в федерацию Слушайте, ну что такое федерация? Это чистый спортивный чиновник Я просто вот прямо скажу В моем понимании федерация Это Министерство шахматного спорта Понимаешь? То есть ты что делаешь? Ты обеспечиваешь, организовываешь Подводишь, подписываешь бумажки Но чиновник Это чистый чиновник Федерация – это чиновник А шахматная школа – это уже все-таки Это образовательная вещь Каждый гроссмейстер у нас сколько? В России, по-моему, 400? Если не ошибаюсь Не меньше Чтобы иметь свою школу То есть что такое школа в моем понимании? Ну, хорошо Понятно, что есть великие гроссмейстеры Есть достойные Есть просто гроссмейстеры Ну, понятно, да? Понимаю Есть купленные гроссмейстеры В Красноярском крае тоже они есть Мы тоже знаем Опять же, из 90-х и далее Слушай, ну, каждый имеет свой подход Твой взгляд на Как стать гроссмейстером Как подготовиться к партии Как готовиться к турниру Ну, вот Рассказывать свои истории жизни Опять же, детям это интересно Никто ничего Вот абсолютно Вот если не подойдешь Не спросишь Не запишешь Никто ничего не рассказывает Понимаешь? Никто не расскажет Как он там, например Готовится к чему-то Или там Секреты какие-то Я не знаю Там Идите Перзев-Пешек Там какие-нибудь секреты могут быть Слушай, ну Уже настолько все изучено Переизучено Мне кажется Надо Рассказывать свое отношение Чувство Понимание Нежели там Какой-то ход Который там Суперкомпьютер Прочитал на 131 году Понимаешь? Ну, мне так же Ну, да Общение Общение с живым Живым гроссмейстером Живым классиком Вот Ну, с кладезью мудрости Конечно Ну, как вот с МЦМ Да, вот Убить Билла Да, когда она там приходит К Пэймею Да, это героиня главная Вот В шахматах то же самое, конечно Общение один-один Гроссмейстером Ничем не заметил Расту Ты же живешь в Ростове? Да Вот Ростов В Ростове Есть Журналисты Шахматные журналисты Спортивные журналисты Которые говорят о шахте Нет, нету, конечно Нету, конечно Вот Ну, а вот Кстати, что-что А вот с гроссмейстерскими школами У нас полный порядок У нас Практически все гроссмейстеры Которые у нас есть Они вовлечены От Пожилого Николая Викторовича Пушкова До Захарцова Галкина Габриэляна В общем Киселева Яд, естественно Участливый На чехово школу стоит? Ну как Сейчас у нас Вот Ведущая 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 две школы Это Наставник Где вот есть такой Олег Милушев Очень активный у нас Популяризатор Шахматы Шахматы Энтузиаст Очень много Он с областной федерацией Сотрудничает И работает И есть Городская федерация На Газетном Паша Котенко Где Александр Галкин Да Ли Ли Сергей Они там работают Там вот Действительно На чехово Это все-таки Историческое место Это историческое место Ёлки-палки Где проводились Соревнования Всесоюзного уровня Там еще Иван Абрамович Богатин Будков Еще вот советские Эти гранды Вот И долгое время Оно в каком-то Было запустение В аварийном состоянии Это Ну вот наш новый Президент Сурмалян На волне успехов Есипенко Он сейчас Развил бурную Деятельность По Потому что Донским шахматам Помочь Все-таки Он депутат Законодательного Собрания И вообще Человек Очень приличный И вот Который за свои слова Отвечает Все долги Которые остались От нашей Незабвенной Прошлой федерации Сурмалян Без всяких этих Закрыл Ну ты прекрасно Всю эту историю Знаешь Да-да-да И вот За что ему Большое спасибо Вот И вот Сурмалян Он обещает Что У Чехова Они Сделают Реконструкцию Я так понимаю Только призовые В основном были А подвесшие Да-да-да По призовым Были проблемы По призовым Вот это Позорная история Я если ты помнишь У нас нет В 18-м году Я говорил Про призовые Детям В городе Сочи Которым обещал Это дети Да-да-да Да-да Заигран Да-да-да И в общем Да-да-да И в общем Вот как-то Ситуация наладилась И вот Сурмалян Действительно Он сейчас хочет Реконструкцию Скажем так Несколько районов Видел Руководителей Наших муниципальных Федераций У нас порядка 40 муниципальных Федераций Колоссальное количество Вовлеченных Как назвать Даже правильно Не знаю Спортсменов Шахматистов Тренировок Там вся эта группа В студии В работу Федерации Но у нас нет Вот этого направления Которое говорит О журналистах Те кто могут писать Ты знаешь Просим Слушайте провели турнир Ну напишите Пожалуйста Слушай А ты знаешь Я вот что должен Сейчас в Новороссийске Был турнир И на сайте Сейчас Блэкси То есть Якименко Ну там видимо И дочки И это Они так здорово писали Я не знаю Там Бондаренко Участвует Они не только Провели классный турнир Но они так здорово О нем Я сам читал Город Новороссийск У нас Федерация муниципального Города Новороссийска Она лучшая Это ПАП Она самая лучшая Самая активная Но вот просто Без комментариев Кстати Ну достаточно инновационная У них много решений И Всякие конкурсы проводят И Тренерские Родительские коллективы Вовлечены Вот каждый раз Когда посещал Я для себя Много нового Даже узнавал Ну хорошо Ну это Новороссийска Крайка у нас огромная Федерации много И если вы знаешь Как ты вопрос Вот еще раз Когда я пришел И занялся федерацией У меня подход был Как Подавай пример Будь образцом Я же То есть Не пошел по пути Когда нанимается Как обычно У нас Многие примеры Есть там Некого исполнительного Директора И он начинает Заниматься федерацией А президент У него знаешь Как картинка Которая вообще Никогда даже Не проявляется То есть Ну нет Между Между Обычным этим И верхом Контакта Да Да Спустился на землю Объехал весь край С каждым президентом Муниципальной федерации Мы подкрывали Кучу федераций Ну кстати Вот Грушев Грушев мне понравился По-моему Он такой активный Человек И позитивный Слушай Ну слушай Мы его нашли Как бы Три Четыре года назад Ты понимаешь Он буквально Недавно Поехал Опять же Глубокая внутренняя мотивация И не у всех Она есть Потому что Подход есть Разный Один говорит Так Зачем я этим буду Даниматься Кто мне будет Платить зарплату Даниматься Приятно Меня здесь уважают Я горжусь Понимаешь Мотивации разные Вот разные Мотивации Ну слушай Вот есть у нас Там Альгентная федерация Я когда Мы говорим Слушай Ты президент федерации А зарплата у меня будет Я говорю Ну ты можешь себе Зарплату написать И платить Ты говорю Сформируй бюджет И плати себе зарплату Я говорю А как ты его сформируешь Ну хорошо Есть Пункеры в районе Ты обойни все заводы Расскажи Зачем ты этим занимаешься Объясни Что это нужная Важная вещь Тебе нужна поддержка Будут Тех платить И будут у тебя зарплаты Но Это вот Не всегда так получается Скажи Вот Знаешь Нужно ли Нужно ли Скажем Вот такой вопрос И задать Нужно ли Вот федерации Шахмат России Выделить Отдельное направление Которое бы Например Развивало бы Спортий Бюджет Шахмат Как ты думаешь Показывал Давал оптейсы Я не знаю Ну какую-то Может быть даже Подготовку делали Слушай У нас вот Есть институт Развития и образования Красного Крайя Мы ему даже дипломы Можем давать Понимаешь Но диплом Это не самое главное Главное Чтобы люди делали Вот что важно Вот Я вот честно Вот если бы Такое направление было Я бы там С удовольствием Если бы была Какая-то молодежь Я бы там Семинар какой-нибудь Для них прочел Поделился бы Своим опытом Рассказал Что мне кажется Что все равно Нужна какая-то Молодая кровь Нужны какие-то Эти Вот люди Потому что Как-то вот Брусно это Какие-то Появлялись там Молодые девушки Ребята Которые там Пробовали А потом они исчезали Это не только Вот иногда У нас к сожалению В нашей жизни Там появляется Там человек И вот туда-сюда Вот то что ты говорил Там зарплата Не зарплата А потом он уходит Ты знаешь Я пивом Стал торговать И я зарабатываю больше Вот И вот это печально Пивом можно торговать Да И многие у нас На рынке Тошли в Армавире И торгуют на рынке Понимаешь Ну что ты Тренерская работа Натизовываешь Ну и Может быть Самый Отплаченный Но Мы же о чем говорим Что это может быть Формат хобби И он как бы Ну я не знаю Нельзя же этим Целый день Понимать Это извинение Конечно Вот тебе объясню Вот город Армавир Я же там работал И жив Вот с 9 до 11 утра Я же работал там юристом Работа есть А там работы нет И ты думаешь Как с 11 до 17 Пока я не ушел в бизнес Чем тебя занять Ты не поверишь Это город Армавир Это не самый маленький город В Краснодаре Ну я думаю Хорошо С 9 до 1 работают А потом начинают Думать Чем тебя занять Понимаешь Ну если ты конечно У них какая-то динамичная компания У тебя там У тебя постоянно Подводят в товар Ты должен схватить ящик И побежать Разгружить Я говорю про офисный фронтон Разгружить Еще раз Есть Извините что я тебя прервал И причем Я вот мысль какую не договорил Что 21 век Он же новое предложение Интернет площадки Вот эти ютубы Это же не обязательно Знаешь как по старинке В советское время Ты там На Печатающей машинке написал И в редакцию По факту отправил Сейчас новое творческое Запиши ролик Мини интервью Вот как мы с тобой Сейчас общаемся В форматах Миллион И вот черт его знает Володя Я честно Я сам В некотором замешательстве Неужели вот этот вот спрос На На какой-то вот На культурные Такие вот Вызовы Неужели он Стал меньше Он ушел Там и Интересует Совершенно другой Я думаю Не хватает Знаешь Компетенции Раз Мотивации Два И светлого будущего В конце туннеля Не видно света В твоем понимании Можно Вот кстати Последнее Очень важное То есть понимаешь Ты смотришь Эти убогие Тиктокеры Понимаешь Боже мой Ну такого говна Там полно Ты понимаешь Ну слушай Мы можем более Позитивную повестку Формировать Это точно Надо сказать И разные Разные подходы Можно там Там они дорисовывают И что только они делают Слушай Ну у нас что Нет творческих людей Вот я Ты знаешь Когда я играл в шахматы Моем понимании Шахматист Это творческая личность Творческая личность Это близко К инженерной личности В моем понимании Те которые созидают Слушай Ну что Неужели наш коллектив Не готов там Быть лучше Чем шоумены Вот такие Разного Качества Да Ну я не знаю Может я ошибаюсь Знаешь Когда смотришь А как у нас звезды Там Бузова Собчак Думаешь Боже мой Слушай Ну это же дрова Полностью Это дрова Понимаешь Я помню У нас пару лет назад В Армавире Был день города Глава города Меня пригласили Я приехал Там Бузова В трусах Перед нами ходил Я думаю Слушай Мне немножко Неудобно Даже Песни пела Думаю Ну и отпуск Вот миллион Понимаешь Через Бузов Миллионы просмотров Город Армавир Ты понимаешь Да Как бы Таких чудиков Поназовешь Они тебе спою Станцуют Там пять песен Да И вот известность города Через кого Через вот таких Разных Детей Песен Слушай Ну вот Давай подумаем Я не знаю Может быть С Марком поговорим Вот у меня запрос На это есть Еще раз Я не знаю Как раскачать Наш шахматный коллектив Чтобы они начали писать Не только Знаешь Там 21 июля Состоится шахматный турнир Там в дню того Все Три строчки И все Вот и вся новость Понимаешь Вот и вся новость Потом говорят Ну мы в газете Разместили информацию Слушайте Ну сколько ты газеты читаешь Муниципальные газеты Бабушки Которые выписаны в газет Думаю Наверное Не наши Ну да Раньше все-таки Да У каждого У каждого Какого-то Ну когда там Были Титаны Старшие Старой эпохи Это у каждого Свои какие-то Литературные записчики Были Которые рассказывали О Рожковских Ботвинниках Цышковских И так далее Вот того времени А сейчас Сейчас это все ушло Это все ушло И действительно Иногда Знаешь Надо там О ком-то и узнать Что-то историческое А ты знаешь Что-то никто Давно этим Не занимается Никто Ничего не делает И все Ну можно какие-то Гранты сделать Я не знаю Какую-то механику Отбора лучших Интересных Что-то можно Запридумать Опять же Я не журналист Я не блогер Я никогда не буду По содержанию Просто Ну Немножко не мое Должны быть Ну вот Эту тему бы Раскачивали Понимаешь Должны быть такие люди Причем Их не должно быть Три или пять Их должны быть Там сотни Они должны между собой Конкурировать И тогда получится Качественный продукт Конечно Конечно Они когда начинают Между собой Причем не как у нас Плюнуть А потом думать Как потом протянуть Эму руку И поздороваться В каком-то Позитивном формате Конкуренция Некие новые платформы Решения Продвижения И вот Она знает больше Говорят больше И все так Да Безусловно Безусловно Потому что все-таки В других видах спорта Оно же Оно же так и есть И очень много площадок Да Вот Которых Ну тут видишь Тут еще проблема в том Что вот На этих На Мощных площадках То есть раньше Вот был допустим Спорт Экспресс Да Там вот Младший из Васильевых Да Там Вел там Интересную колонку Там писал о Каспарове Ездил в Ленарес Потом все Васильев ушел на пенсию Все Да Ну вот сейчас Сейчас вот я Например у меня Такая вот Интерес на этом На меня вышел Сейчас две основные Есть интернет площадки Это Спортс.ру Вот И чемпионат.ком Да И там что-то Спортс.ру Начал какие-то Вот движения Тоже там Шахматную колонку И ко мне Обратился чемпионат Вот чтобы я Я ввел там Шахматную рубрику Я вот начал Шахматную рубрику Я два месяца Ее уже веду Вот И вроде Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу Получается Получается неплохо Но вот в крупнейших Вот этих вот Изданиях Там Известия Там это-это Там же Там же нету Вот такой вот Профессиональной Шахматной рубрики Там И знаешь Иногда вот бывает Там Они все Там наверняка Там Андрей Васильевич Там Дай денег Пожалуйста Мы напечатаем Это А вот так Вот чтобы Вот реально Взаимодействие Хороший журналист Интерес публики И интерес редакции Такого же Ни хрена нету нигде И в этом тоже Большая проблема Я когда начал В тринадцатом году Вот Шахматную рубрику Я начал С чего Я создал СМИ СМИ Шахматы Красного края Я пошел В Роскомнадзор Я его зарегистрировал И у нас есть СМИ Шахматы Красного края Слушай Но я вот С одним разговором Говорю Давай будешь заниматься Развивать Не получать Со вторым Опять не получать В третьем Опять не получать Ну и в итоге Что у нас сейчас формально Есть руководитель Аппарата федерации Вот она занимается Но это же Ну это не совсем Та журналистка Получается Перепост Перепост И перепост Говорящий голов В Красном крае Ну вот нет Вот я последние Пару месяцев Пытаюсь С коллективом Разговаривать Я не знаю Видел-то не видел Я не видел Я не слышал Да Ну ты посмотри Я вот сразу На Верководительную федерацию Начинаю разговаривать Пытаюсь Раскачать Наш коллектив Ну блин Так тяжело Слушай Многие стесняются Если честно Потому что стесняются Некоторые говорят Слушай Мы никогда интервью Жизни не давали Мне неудобно Ты знаешь Ну что теперь делать То есть И так же надо заниматься Понимаешь Это же надо Пропагандировать Рассказывать Может быть Какие-то кейсы давать То есть Одно-второе Какую-то Я не знаю Ну опять Может какую-то Образовательную программу Запустить Почему бы и нет Ну кстати Да-да-да Любая Любая вот эта Образовательная программа Там вот Была бы Да И вот так вот Чтобы все увидели Что это престижно Что есть какой-то Спрос бы Я вот лично Бы с удовольствием Если бы там Мне дали бы Каких-то там Молодых Ребят Вот Чтоб я обучил бы Я бы с удовольствием Обучал бы Давай сделаем так Я обращусь к Марку Мы подумаем Он-то сам у нас Журналист Марк На самом деле Он пока Пока не был Не стал исполнительным директором Он был одним из лучших Журналистов Мы его потеряли Вот таким образом Потеряли Как журналист Бумажки Бумажки Они его съели Они же съели Съели бумажки Федерация Это чисто Чиновничья работа Встречи Бумажки Решения Ну Все Понимаешь Журналист Это творческое Должно быть Эмоции Должно быть Ощущения Должно быть Музы Писать Должна быть Какая-то фишка А если ее нет То есть затаска Тебе договора Тебе звонят Тебе проблемы Тут не доехали Тут турнир С опозданием начинается Тут маски Сейчас Понимаешь У нас 1 августа Обязательно Прививка должна быть Я кстати не знаю Ты слышал же Эту историю Я даже Привился Не ну ты Привился А вот скажи пожалуйста Вот после 1 августа Вот как ты ощущаешь Сколько у нас Спортсменов Доедет Слушай Для меня Это очень интересный вопрос Я с нетерпением Жду Но у нас же Темпы У нас Одна пятая Страны Привита И большинство Этого народа Это москвичи Большинство народа Потому что Собянин Очень жестко Там вот это все Провел А по регионам Мне кажется Темпы очень низкие И не знаю Как они доедут Ну а напад Следующий турнир В Краснодарском крае Вот он Через месяц Да Здесь знаешь в чем беда Ну хорошо Человек приедет Ему скажет Иди привет Себя 3 дня Вот он делает Первую тренивку А мы знаем Что в некоторых моментах Бывает повышение Врач его не допустит На то Или будет Все плохо чувствовать Я не знаю Ну мало ли И как турнир Проводить Потом вот сейчас Говорят Сегодня была Патистика 50% отменили Броней На август Подсвечения 50 50 50 Это дохрена просто Конечно Но это колоссальное количество Конечно И как наши опять Формируются Я не знаю Поэтому Будем наблюдаем Ну нет Ну надо Конечно Для спортсменов бы Они бы могли бы Как-то И так со спортом Хреновенько Да Как Олимпиада Показывает Что у нас Это допинговое Все дело Но там Столько кадров Потеряли бы Вот И надо Спортсменов Как-то Как-то Оставшихся Беречь Оставшихся А если мы их будем И спортсмены Там И сидите по домам То кто же выступать Там со временем будет Слушай Дим Ну я рад был Слышать тебя Я думаю Мы как бы еще Не раз встретимся И не раз еще поговорим Давай тогда К этому вопросу Вернемся уже Через Федерацию Шахмата России Может быть действительно Нужно создать Некое направление Которое бы Занималось Подготовкой Нажимаем так Подготовкой Шахматных журналистов Ну вот например Рабочие названия В каком виде Надо обсуждать Еще раз Ну вот есть разные Образовательные учреждения Да и в Москве Их тоже Мы найдем без проблем Можем даже дипломы давать О повышении квалификации Я не вижу вообще Трудное дело Что кто этим займется А какой мы хотим Видеть результат На выходе Ну то что Надо Мне кажется В первую очередь Регионам Чтобы в регионах Были свои люди Которые В каждом Да и в Краснодарском крае И там в Сибири И на Урале Которые могли бы это И в общем Помочь образовать В общем какие-то Всероссийские семинары Может быть с этого Потому что так вот Заставить учиться Специализировано Нет Человек должен хотеть Человек должен хотеть Если не хочет Заставлять не надо Это кстати Владимир Кампинского Если человеку не нравится Шахмат Человек должен хотеть И так что Хотеть Да 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 Ну то что семинары какие-то Семинары какие-то Это было бы конечно Хорошо и полезно И надо только подумать В каком формате Это проводить И все Хорошо Я рад был Книги слышать Будем Да Володя тоже Все на связи До новых встреч Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok